Давайте поприветствуем нашего первого гостя, полковника запаса ВСУ, летчика-инструктора Романа Светана. Пан Романа, я вас приветствую. Бажаю здоровья. Пан Романа, ну вот информация поступила, что украинская разведка предварительно знает, кто убил украинского военнопленного. Как сообщил в эфире радиосвобода Будзмен Дмитрий Лубинец, вчера он общался с представителями ГУР и, по их предположениям, им известно место, где убили военного, исполнителя, а также соучастников. Однако на вопрос, причастлив ли к убийству вагнеровцы, омбудзмен ответить не мог, ссылаясь на синкретность. Давайте послушаем. Разведка предположительно знает, кто это сделал, в какой местности и кто в этом принял участие, в том числе того, кто это непосредственно совершил. Пан Романа, вот интересно, что и российская сторона заняла официально, уже начала расследование этого инцидента. Видимо, они встрепенулись, видимо, не так все гладко. Понятно, что они отрицают причастность к этому. Как вообще вы видите инцидент, кому он выгоден, почему? То есть, можно ли предположить, что это самодеятельность Вагнера, которая, ну вот, вредит, скажем так, и портит настроение господину Шойгу? Можно. Дело в том, что такого рода действия вредит россиянам. Россиянам вредит на международной арене, так как они сейчас в ООН председательствуют, в Совете Безопасности. И, в конце концов, это повредит и россиянам на поле боя, так как такие кадры, их будут больше в ужас приводить, так как всегда примеряют на себя эффект зеркала. То есть, они прекрасно могут спрогнозировать действия украинских военнослужащих по ним, если они сдадутся в плен. А вот то, на что было изначально рассчитано, на то, чтобы не дать сдаться, ну то есть, вогнать ступор и не давать сдаваться, обратный эффект, они будут просто бежать. Они не будут сдаваться в плен, они будут просто бежать при первом движении украинских войск, они будут бросать позиции и уходить, не хотя попадать в плен. Сдаваться никто не будет после таких кадров, это точно. А вот то, что это слив мог быть и Пригожина, ну то есть, рук Пригожина, и такого рода ОПГ, как у Пригожина, это как раз идет на раскол уже внутри самой России, российской военной элиты. И бьет по, именно бьет по генералам. То есть, такого рода слив говорит о том, что генералы абсолютно не контролируют войска. Это удар уже по репутации самой армии. Поэтому, такой тройной удар, как минимум, ну а наша разведка правильно и грамотно действует. То есть, будут вычислены, и, наверное, уже вычислены исполнители, ну а дальше будет выполнение боевого задания. Если при аресте этих или этих исполнителей не успеют убрать из рук оружие, они будут просто уничтожены. Господин Роман, пана Романа, лучше так говорить, я вот хотел также обратить внимание, что российские силовики, как стало известно, завели дело, уголовное дело, на так называемого ЗИ-патриота, горловского врача Юрия Эвича, которого вы можете видеть сейчас на экране, принимавший участие в военных действиях против Украины. И донос на этого персонажа написал полицейский, проходивший у врача-сепаратиста курс по тактической медицине. Полицейскому не понравились высказания Евича о проблемах в снабжении российской опционной армии. И, собственно, этот человек написал даже в свое время книгу, в которой в том числе описывал вас. И я знаю, что вы лично сталкивались с доктором Менгеле. Если это возможно, поделились бы вы с нами деталями, как произошла эта встреча. В 2014 году я был военным советником губернатора Донецкой области. После оккупации Донецка российскими войсками остался в тылу оккупационных войск, руководил подпольем. Но так как я до этого руководил силовиками, эти же силовики меня издали грушником ГРУ 58-й армии. То есть они действительно успели меня выследить, взяли в плен. А дальше пытки, стандартные пытки. Перебили прикладами пальцы больших ног. Большие пальцы ног перебили, перебили несколько пальцев на руках. Начали пытать пытки стандартные. То есть иголки под ногти, иголки под ногти. И вот чем занимался этот доктор. Он проверял болевой порог. После какой иголки я начну кричать или что-то говорить. И вот болевые пороги. То есть после 10-го. В общем, потом описывал это все в книге. Так как приходилось терпеть. А он это описал, как у меня не было никакого болевого порога. То есть резали, пытали, а вроде как держался. Хотя было, конечно, больно. Иголки под ногти. Паяльник. Ну это стандартный набор. Паяльником разогревали зубы. Тоже как раз его задача была определить, на какой минуте уже начинает доходить тепло до мозга, разогревая зубы. Паяльником по всему телу. Это тоже их стандартный набор. Ну и самое основное, это когда пытали штык-ножом. То есть штык-нож в бедро. И дальше говорили, что скажут на камеру. Там разные вещи, которые потом надо было их скомпилировать и подать как провокацию. То есть вот как получаются иногда те видео, которые россияне вроде как и с военнопленными снимают. То есть когда в ноге нож, штык-нож, то будешь говорить все, что тебе говорят. Но доигрались они просто со штык-ножом. Перерезали вены, перерезали артерии. Истек кровью, умер. Умер у него, получается, на руках. Он успел вызвать реанимацию. Вкачнули или кровь, или физраствора. Вернули обратно. Проверял именно он. Проверял. Он это все потом описал. Я был уже в отключке. Помер. А он потом это все описал. Проверял зрачки на реакцию на свет. Не было реакции на свет. Но реакции на свет в зрачках нет в одном случае, когда человек умер. Ну то есть достали, реанимировали. Ну а дальше и дальше пытали. То есть, а этот доктор потом, я был просто, либо у меня была голова, на голове пакет. Либо у тех, кто пытает, были маски, когда снимали пакет. На последний допрос, на последний допрос пришел Бородай. Бородай, это сейчас он в Госдуме, там какой-то черт. А вот тогда он был, он как раз заводил эти российские войска на Донбассе в 2014 году. И он был тогда, возглавил Донецкую, премьер-министр так называемой Донецкой Народной Республики. Вот он лично занимался допросом. И вот уже при допросе с Бородаем я почувствовал, что будет что-то не то. Дело в том, что он был без маски и с меня сняли пакет. Ну то есть, ну а в конце концов дал команду расстрелять на утро, если Тарута не даст миллион за него. Из-под расстрела вытащили спецгруппа по команде Безлера. И дальше через Безлера на обмен пошел на обмен 1-15. Там Кулыгин, там по-моему какую-то ФСБшницу Безлера обменил. А вот уже у Безлера к нам приехали, там тоже расстреливали, расстреливали тех, кто со мной был в конуре в нашей. Василий Будик был такой журналист грузинский. Вместе с нами его там водили на видео, кстати. То есть расстрел, имитация расстрела, но снимают на видео и дальше показывают, как реальный расстрел. Пацанов с 3-й бригады спецназа выводили на расстрел постоянно, тоже на имитацию расстрела. И хлопцы говорили, там реально расстреливали еще людей. То есть не с нашей кибитки, а с других. После того, как приехали к нам журналисты Дождя, Олевский, если знаете. Емур Олевский, конечно. Да, да, да. Он потом, с ним еще два человека было. Один из этих журналистов потом погиб в Африке, когда пригожинские темы раскрывал. То есть они после этого приехали, они каким-то образом попали к нам, ну, скорее всего, через Безлера, все-таки Дождь. Они попытались, так как это был обмен, ну, то есть на обмен мы шли, надо было доказать то, что мы живы перед обменом. Ну, вот они использовали этот момент, нас подсветили, дальше это все выложили в эфир. Он видел, в каком состоянии мы там были, меня видел после этих пыток, там ужаснулся. Но, тем не менее, они нас подсветили, после этого нас перестали расстреливать. Ну, то есть выводить. Это вот, кстати, хороший положительный момент журналистов, которые добираются до пленных в плену. После того, как пленный верифицирован и появился уже в информационном поле, ну, практически 90%, что он в конце концов выживет и дойдет до обмена. Поэтому большое спасибо Тимуру Олевский, конечно, на улице с еще одной людьми. То есть не побоялись, по крайней мере, в логово зайти. А вот уже после самого обмена, где-то через несколько лет, я же не знал, кто меня пытал, кто брал, кто там слышал, они между собой. А еще мне говорили, что, знаешь, полковник, кто тебя взял, ГРУ ГШ 58-й армии. Причем с таким российским акцентом, если кто меня понимает, с тем зауральским акцентом, мы в Донецке не так разговариваем. А вот через несколько лет, года через три, наверное, мне показали книгу Юрия Евича, в которой он взял и писал. Ну, со своей стороны он все описывал, но реально описал все-таки пытки, все то, что со мной там делали и как он в этом все участвовал. Вот такой доктор Менгеле, который сам на себя, как минимум, пожизненно уже описал. Книгу уже не вытащишь из интернета, то есть все уже есть. Ну, Евича, за Евичем стоит Бородай. Ну, естественно, за Бородаем Бородай конкретно дал команду меня расстрелять и участвовал в последнем допросе. То есть это уже срока давности в этих преступлениях нет. Нет, я думаю, пожизненно им обеспеченность, они, конечно, доживут до суда. А вот за Бородаем стоит Малафеев, еще один товарищ. Константин, так называемый православный олигарх, так называемый. Да, у нас таких православных, даже, опять же, тех же россиян, которые в свое время были внедрены в Украину, вот, допустим, и получили украинское гражданство, после получения украинского гражданства стали там в партии регионов или дошли до определенных руководящих рубежей. То есть очень много таких россиян. И, то есть, Малафеев примерно из той же оперы, то есть из этих вот олигархов пропутинских. Ну, а дальше за Малафеем уже Путин, я так понимаю. Потому что здесь такая хорошая цепочка. Я думаю, когда-то мы за эту ниточку потянем и вытянем всех. Как вы сказали, вот, тоже в своем недавнем интервью, они, по сути, написали, сделали, я от себя просто добавлю, именно для стороны обвинения в суде Гааги, все, что уже им действительно нужно будет для доказательства их преступлений. Панораман, а вот сейчас, если коротко вы можете, как, ну, согласно или данным, которые имеете, или вашему ощущению, то есть насколько сейчас распространена такая же практика такого рода и такой жестокости пыток, допросов вот со стороны российских оккупантов? Есть эта информация? И если да, то как можно это сравнить вот с первым этапом войны 14-15-го годов? Ничего не изменилось. В 14-м году они зашли, они знали, что делать. Это для них стандартный набор вытягивания информации и издевательства. Дело в том, что я так, ну, я сам летчик-инструктор, и у меня в профессии есть момент, связанный с психологией. То есть я все-таки, когда учил людей летать, мне надо было срисовать его психотип для того, чтобы правильно учить летчика, ну, истребителя, это довольно-таки сложно. Можно научить человека в 18 лет и летать на истребителе, потому есть определенное знание психологии. Это садисты. Я их почувствовал всех. Это просто садисты. То есть это люди, которые получают удовольствие от чисто пыток, причем пытки ради пыток. То есть не ради информации, не ради пытки, ради пыток, имитация расстрела, а ради получения удовольствия. Значит, у них сложенная, у них проблема с геномом. То есть вырабатывается, идет выработка определенных ферментов, которые доставляют удовольствие от пыток. И вот такие люди к нам заехали. Ничего не измело с 2014 года. С 2014 по 2023 год эти россияне с оружием, они заходят в Украину и пытают всех и везде. Вот мы видим очень много этих видео. Вот это то, что видео нам показывают, то, что сейчас вышло в эфир. Таких сотни, реально сотни видео, причем они есть в спецслужбах всех стран мира уже. Эти видео не сняты с носителей, но есть определенные моменты возможности снятия с носителей. А эти россияне, будем так мягко говорить, они не соображают то, что если не снимают что-то на камеру и оставляют в памяти телефона, то это уже то, что могут достать люди, сведущие, вытащить эти видео. Этих видео сотни. Сотни казней, сотни изнасилований, сотни пыток. То есть это мы еще будем видеть после войны, наверное, очень долго. И будет постоянно это выбрасываться в эфир, выбрасываться, доставаться. То есть нас еще ждут кадры, от которых еще и посидели. Лучше их и не смотреть в этом смысле. Ну вот вопрос, есть ли у них кадры обратного, потому что на федеральных каналах пропагандистских, ну других, собственно, нет в России. Разумеется, они пытаются внедрить тезу о том, что, собственно, украинские военные всячески издеваются и пытают российских военнопленных. А в реалии, как обстоит с этим дело? Что бы вы ответили на это? Первое. Самое главное. Не украинцы пришли на территорию россиян. Россияне пришли на территорию украинцев. На нашу Украину. То есть они агрессоры. Они пришли сюда без объявления войны. Значит, это, с одной стороны, даже я бы не сказал, что это комбатанты. То есть их приравнивать к вооруженному какому-то конфликту нельзя. То есть это террористы, в чистом виде террористы, которые показали себя... Именно вот это самое первое, то, что нельзя было делать. То есть прийти с оружием на чужую территорию, это все равно, что зайти в чужую квартиру и начать выполнять определенные действия. К россиянам на них не распространяются человеческие действия. Это хорошо, что наши войска все-таки более-менее соблюдают некоторые нормы и человечности в том числе. А это твари, это даже не звери. Это пришли твари. С тварью нет... Вот у того, у кого нет стопоров, нет никакого ограничителя. Потому пока россияне будут у нас на нашей территории, пока они будут на нашей территории незаконно, они ведут не военную операцию, это не война, это террористическая. То есть это террористы, чисто в виде твари. С ними может быть любое обращение. Вот пока они на нашей территории с оружием, любое. Потому я допускаю, реально допускаю, что могут быть и такие инциденты, или даже, может быть, снятые на видео. Хотя, исходя из того, что вот когда я был в плену, вот снимали они, я просто понимаю, что они фальсифицировали практически все. То есть с ногой, вернее, с кинжалом в ноге будешь говорить то, что тебе шепчут и говорят говорить на камеру. То есть и делать все, что угодно, если поставить, будет такая задача. Они это могут делать, это садисты. Потому я думаю, здесь есть часть фальсификата, вот такого, как со мной, я его сам по себе на себе испытал. Часть, может быть, допускаю, что это могут быть реальные вещи, которые вот с такими тварями, для того, чтобы они к нам не приходили. Мы не хотим, чтобы они к нам приходили. Мы не хотели, чтобы они приходили к нам. Потому у нас задача стоит их уничтожить. Россияне с оружием должны быть уничтожены. Россияне без оружия депортированы. Так как на россиян у украинцев сейчас идея синкразия. На все россиянское, не говорю русское, у меня теща русская, то есть царство и небесное. Но на российское у украинцев иди синкразия. Вот лучше россиянам лет нас-то потеряться, вот просто потеряться. И хорошие россияне поймут, если говорить о каких-то хороших россиянах, хорошие россияне поймут, что все российское для нас, украинцев, вызывает боль. И хорошие россияне не станут к нам лезть. То есть сами отойдут, вот отойдут в сторонку и просто не будут теребить эти раны. Они, видите, 10 лет назад, наверное, все, они же не зарастают. О том, как меня пытались, знают мои дети, мои внуки, сейчас скоро будут правнуки, и они это будут знать, и они могут принять разные решения, если где-то поймают хоть одного россиянина, если вы понимаете, о чем я говорю. То есть, оптимальный вариант сейчас россиянам пропасть, хорошим россиянам пропасть, а плохим россиянам лучше сдохнуть. Пан Арманов, тем не менее, нужно еще раз, чтобы не было недопонимания, мы не оправдываем никакие и не утверждаем, что с нашей стороны, со стороны украинских военных, имеют место подобные пытки и так далее. Все-таки Украина, как официальный подписант, участник конвенции Женевской, по гуманному обращению с военнопленными, придерживается этой конвенции. Это можно сказать, да? Ну, мы же не врем в эфир. Зачем мы будем врать? То есть, то, что украинские войска точно придерживаются конвенции, то, что если россияне попадают уже под определенные гарантии о неприкосновенности, однозначно, они в конце концов точно будут живы и их обменяют или оставят на дальнейшее какое-то принятие решений. Но, если говорить уже о правде, реальной правде, может быть, что угодно. То есть, от экстессов в такой войне никто не застрахован. И, еще раз повторюсь, россияне сюда зашли. Вот, чтобы таких экстессов не было, им надо отсюда просто выйти. Возвращаясь, во-первых, к тому, что вы сказали, что продолжается этот конфликт между нерегулярными войсками, это Головорезы из ЧВК Вагнер и с официальной армией под руководством Шойгу. А вот, если, и также этот слив пентагонских документов, где обозначается, что также вот в ходе их изучения оказывается вот все более и более яркостная картинка этого внутренних таких вот дрязг, будем говорить совсем уж политкорректно, между ФСБ и Минобороны России, в том числе по поводу количества убитых и раненых на войне в Украине. Ну, собственно, вот это, кстати, и подвело многих экспертов к заключению, что во многом эти документы редактированы российской стороной, учитывая, что там вот подтасованы цифры убитых и раненых, собственно. Вот как бы вы это прокомментировали, изучали ли вы эту составляющую слитых документов? Да, практически все документы просмотрел. Те документы, которые действительно подредактированы, они, вся эта редакция идет на пользу российской либо военщины, либо тем же ФЭПСом, либо военно-политическому руководству России. А то, что именно эти данные о потерях чуть ли не в 10 раз уменьшены российских войск, то это как раз в преддверии, в ближайшее время, которое будет раскрыта, мобилизация российская. То есть запущен механизм мобилизации. Мы сейчас видим, проходят в России эти слушания по этому закону о электронных повестках. То есть вот как раз в пакете с этими законами был, я думаю, этот слив. Ну, или, по крайней мере, часть этого, часть документов, которые подредактированы там, где уменьшены потери. Уменьшение потерь в таком роде документов, я бы не сказал, что оно бьет по военно-политическому руководству России. Или там показывают какие-то моменты, связанные с борьбой между ФСБ и Министерством обороны. Это, скорее всего, в чистом виде ЦИПСО, это Центр информационно-психологических операций, который выполняет эту задачу. Они подсветили с этой точки зрения. Единственное, что не просчитали негативный момент, связанный с количеством вооружений, которые нам передаются. Как бы их ни освещали, но когда российские военные видят в гору оружие, которое сейчас идет в Украину и высыпется им на головы, они посидеют. Я думаю, антиседина там не хватит для того, чтобы их как-то это нивелировать. Скорее всего, эту сторону не просчитали просто аналитики россиян. Панаран, кстати, вы говорите о том, что они действительно не готовы к такому количеству оружия, собственно, и серьезно встрепенулись. И многие объясняют это вообще фактом, факт слива этим. Вот, знаете, такая истерика на выпоряджение, на опережение. И вот, кстати, в этой же статье, которую я процитировал, и говорится о том, что Россия не смогла перекрыть вообще этот коридор, по которому поступает оружие в Украину. И таки не сможет. Но вот очень важная еще деталь, то, что было тоже и в Нью-Йорк Таймс, обозначено в самом начале всей этой саги со сливом, что вот эта кампания террора против украинских гражданских, против наших городов, имела за собой цель, собственно, нас обескровить по части ПВО. И вот вопрос к вам, как к летчику все-таки. Там обозначается, что все-таки Россия пытается восстановить господство в воздухе. И к концу мая, якобы, у Украины заканчиваются уже эти запасы ПВО. И тогда пиши пропал, если Путин сможет пустить в ход свои истребители. Вот насколько этот сценарий кажется вам вероятным? Ну, дело в том, что эти документы, которые сливались, они были где-то трехмесячной давности. Так вот, представьте себе в документах, в которых точно написано, что впереди еще пять месяцев, и на пять месяцев у нас есть ракеты. Это хорошая новость для нашей ПВО. То есть мы можем как минимум пять месяцев работать. Ракеты производятся, они производятся странами Варшавского договора, они поставляются. Если сейчас сделать выборку по складам, так у нас ракеты уже закончатся к августу. А если будет в июне это делать, то они будут заканчиваться к октябрю и дальше к Новому году. Сдвигается цифра. То есть это показатель как минимум, но чуть ли не полугодовой складские остатки ракет. Это хороший показатель для системы противовоздушной обороны. Дело в том, что у нас в прошлом году ракета иногда оставалась на несколько недель. Если в таком режиме. А по некоторым позициям мне было вообще не одно. А тут вот представляете, показывают, что у нас там грубо в январе у нас ракет, что мы можем работать до мая. На данный момент, поверьте, у нас уже ракеты на те же полгода есть и идет движение. Россияне действительно достать до логистических цепочек не могут. Они рассредоточены. То есть выбить их просто невозможно. Ну а ПВО наше усиливается. Усиливается постоянно. Сейчас будут разворачиваться Патриоты, разворачиваться СМТ. Ну а если все-таки решат вопрос по Ф-16, и после того, как появится первый Ф-16, я думаю, за украинскими пилотами будет превосходство в воздухе. Тогда мы просто забудем за российскую авиацию. Вот в заключение к разговору как раз об Ф-16. Власти наш украинский премьер-министр Шмыгаль прилетел в США, ну и в Канаду, которую он посетил накануне. И на фюзеляже его самолета рядом с флагом Украины изображены два эмоджи, намекающие на просьбу Киева о передаче западных истребителей. Ну и мы знаем, что украинские власти не раз заявляли, что ВСУ остро нуждается в авиации для контрнаступления. А вот союзники пока не торопятся передать западные истребители. Ну вот насколько реалистично сейчас все-таки ждать Ф-16, как быстро мы сможем их пустить в ход, сколько их нужно. Ну и по МИГам тоже. Я сейчас так понимаю, Польша просит разрешение у Германии таки начать давать МИГи. МИГи нам передали, передали Словакия, часть Польши передала. Остались МИГи, которые были переданы в свое время Германии и полякам. И они должны запросить разрешение о передаче. Я думаю, этот вопрос будет решен. Но МИГ-29 не решат вопрос в воздухе. Даже если они все будут переданы, они даже не восстановят наши потери за прошлый год. То есть сам по себе МИГ-29 это с прошлого тысячелетия самолет. Нужны F-16. Если бы Шмыгаль вместе двух наклеек привез пару F-16, это было бы, конечно, получше. Даже пара, даже пара, это уже была бы серьезная разница, да? Да, так точно. Пара самолетов, 16 ракет, которые могут доставать до дальности в 150-180 километров. АМ-120Д «Амраам» это ракета, которую, кстати, и на «Асамс» использует. Это ракета большой дальности. То есть отогнали бы российские самолеты, ну уж точно, даже пара самолетов. Как быстро мы можем получить? Технически мы можем получить их через неделю. Если сегодня будет, допустим, принято политическое решение, через неделю мы уже можем получить достаточное количество самолетов с американскими летчиками. Еще пока не украинскими, а американскими летчиками и техниками, которые могут заключить договора, не договор, а контракт заключить с ВСУ и попасть в интернациональный легион. У нас там больше тысячи человек служат в таком режиме. Потому они могут сразу выполнять боевые задачи. Принять мы самолеты сможем, есть кому их обслуживать. То есть американцы придят их обслуживать, а мы уже получали самолеты. Мы получали F-15, F-16. Летали они у нас, не мы получали, они у нас просто летали на наших аэродромах. То есть если будет принято решение, у нас механизм уже есть, неделя. А если решение будет принято работать нашими пилотами, месяца три. Месяца три нужно минимум три месяца, три-шесть месяцев для того, чтобы переучить летный состав на выполнение боевых задач на F-16. Ну что ж, Точим Падееву держим пальцы скрещенными, что так и будет. Спасибо большое, Роман, что были с нами. Роман Светан, полковник запаса ВСУ. Роман Светан